ПОВОД ПОГОВОРИТЬ Продолжает сразу в официальной науке. Тут мы с Александром, единомышленники, мы оба считаем. ТУ-ПИК. Дальше. Смотрите. Он вот это всё, вот это всё. Расшифровывает вот эту вот первую фразу. Можете сами почитать. Я буквально замолчу на полминуты. Почитайте. Это горько, но это всё правда. Вы представляли сибирскую науку там, в Мичеринске? Вот. Вот эту фотографию вы писали. Вот она. Про высохшие колодцы. Про... А это реально, кстати. Аномальные дожди. Заморозки. Ой, Суховея, чё только нет. Знаете, мне письмо пришлось сказать. Я думал, ну уж Кубань-то, ну куда там же, Сочи я там был. Ну куда лучше там место. Там на рынке всё забитое, и опять импортным турецким. Да что ж вы-то. Я возмутился. И вот. У меня же сотни этих фильмов. Чё, как Хакас. Чё хочу, то и говорю. Чё вижу, то и говорю. Приходит ответ. Кто вам это... Чего вы взяли, что у нас в Кубани благодат и климат? Да у нас такие суховьи. И дальше это... Представляете? А я, оказывается, в раю живу. Вот так. А вот это вот, Ирина Александровна, мне вот эта фотография понравилась. Видите, как она к разговору подошла. Ну кто вас просил найти вот это вот, вот это вот. Вот. Вы ничего, ни слова не сказали. Вы мне просто представили эту фотографию. Мол, если не драк, железо сам поймёшь. Так было, нет? Угадал? А? Попробуй прекрати поливать. Всё. А у них полметра-то корни. Вот. Ну здесь выглядит-то, конечно, получше. Но я вам сразу скажу. Я как решил. Я не буду кусать этих самых. Этот, Мичуринский, это самое. Не только потому, что они его встретили, как родной. Вот. Без заносчивости, как вы рассказывали. Вот так. Ну, в общем, хотел показать, Ирина Александровна, вот это вот Ваньков ранний. Вот когда я сегодня водил Баскобилова с этим, с учёным из Барнолула, да, я подвёл, говорю, попробуйте. Как называется, Ваньков ранний? Первый раз слышу. Отлично. Значит, всё, что относится к эксклюзиву, всё, что относится к раритету, это ваше. Всё должно к вам переехать. Вот. Вот это вот, как бы её назвать, наверное, клон, всё-таки это клона можно назвать. Китайка, исполнилось где-то лет 28, наверное, не меньше, прививка сувенир Востока. Кто помнит, кто бывал у меня на семинарах, я с неё угощался, этого дерева, плоды были до 100 грамм весом, есть в фильмах, всё есть, без обмана. Вот. Я хочу сказать, что, Елена Александровна. Я когда обнаружил сувенир Востока у ныне покойного Чижика Николая Ивановича, у него было 15 кустов. Это уже была селекция, потому что я выбирал, догадайтесь, самые крупные плоды. На одном дереве 30-граммовый сувенир, это же на другом 40, 50, 60, 80. Было пару плодов, конечно, выделялись, как эти, вот, 120 граммов, представляете, ну, теми весами, советскими ещё. Вот я предлагаю вам, пока это дерево живо, смотрите, сколько ему осталось, да, чудом уцелела ветка. Это входит в моё, это, как её, селекционное клонирование. Это клон, это клон, плоды 60-80, до 100 грамм, вот. Эти веточки должны к вам переехать, именно к вам. Тут на всю Россию не хватит. Вот. Ну, это плод я снимал, первый же упал где-то неделю назад ещё. Вот. Сейчас это уже всё позади. Так, значит, это без комментариев, это, ну, один из вариантов, это, с сыном Маньчжурца, но уже не, уже не выдаюшься. Выдаюшься, я сейчас покажу. Вот, видите, вот это вот у меня сын Маньчжурца, который стал абсолютным лидером по вкусу и по крупности. Вот он, и вот он. Вот. Причём, это были первые, это сейчас у меня лежит в холодильнике, на электронных весах, взвешу с этого же дерева уже в два раза крупнее. Вот. Вот я уж удивил сегодня Доскобилова и вот этого учёного, угощая плодами уже вот не такими, но в два раза крупнее. Это старый снимок, я давно готовился к губинару. Так, дальше. Я вам показываю, кстати, видите, что тут абрикосы торчат, это говорит о том, насколько у меня сад запущён. Я к тому, что у нас в стране земли нет. Я показывал этим сегодняшним гостям, я говорю, вот видите, там 50 тысяч сотка за забором, а через три дома 100 тысяч сотка. А сразу за этим, за деревней, зарос этим сосняком и полностью потерял значение огромный участок земли, который возделался раньше под картофель. Вот. Лучшее место в Сибири для вот этих же абрикосов. Ну ладно. Это обида во мне говорит. А вот это вот и есть тот самый абрикос. Они до сих пор. Интересно, что я не ожидал. Всё-таки феномен в чём заключается? У Брянска Розова, я знаю, что к ней отношение Канчина имеет. Автор не, так всё забываю посмотреть, то автор. Но она имеет прямое отношение. Я уважаю, потому что она, скорее всего, ведущая, чуть ли не единственная, этот, черешневод в стране, да, город Брянск. Вот такой черенок пришёл ко мне, только не от неё, а с тех краёв. Вот такие урожаи. Но тут никто не виноват и некого пылять. Если там у меня целая куча деревьев, всевозможных вишен, черешен разных сортов, там урожай мощное. А здесь отдельно стоит 4 деревца. И вот такие урожаи. Меня что удивило? Я сейчас объясню, Елена Александровна. Я к вам чаще обращаюсь, уж извините. Казалось бы, сорт загублен. Это уже по Мичурину. То есть, явно, что черенок прислали с сеньцевого дерева. Вот. И вот это их... Они уже созрели, но... Ещё их это... Это фотографии примерно позавчерашние. Я ещё и сегодня делал, но не успел поменять. Ну, в принципе, такая же. Вот. Урожая нет, потому что настоящего именно нет опылителя. Вспомните, о чём мы говорили несколько минут назад. Так. Вот. Морозостойкость предельная для Каншина. Я скажу, что прививка на... Та же, как я... Это же бод на русский. Я тогда это... Наёлся черешин. Как привал на сибирскую штабовую вишню. И морозостойкость добавилась. Ну, градусов 5-10, это 100%. Это точно. Иначе бы всё было бы мертво. А здесь нет. Это тоже привито на сибирскую штабовую вишню. Вот. И уже пусть немного, но наличие этих плодов, говорит о том, что у неё большая перспектива. В чём она заключается, Елена Александровна? Она заключается в том, что мы можем, обязаны, вернуть крупность плоду. Как? Ну вот. Опять придётся... Про прививки, опять про селекционное клонирование. Но вернуть крупность мы можем. Вот видите, как. Вот это вот... А, у меня тут разделились фотографии. Вот была прививка. Вот она. Я показывал вам. Вот она... Видите, это врачеб было. Она погибла 100%. Вот это 100%... Вот это вот... Маньчжурский абрикос. То есть сын маньчжурца. И он имеет такого крутого родителя, что вот это вот и получилось. Вот это вот. С маньчжурского абрикоса. Это из грязи в князе называется. Сейчас они ещё в два раза крупнее. Вот такие роскошные. Вот. Сегодня блогерша снимала фильм про них. Их как-то резко поубавилось. На дереве. Ну ничего, я не в обиде. Вот. А главное то, что они сразу из... Начало, вспомните, маньчжурский абрикос размером чуть больше ногтя. Вот. И такая резкая карьера. Сразу в высшую лигу. Вот. Вот это вот получилось. Вот это дерево. Ему цены нет. Ему нет цены. Такие чудеса бывают крайне редко. Даже у меня. Почему? Можно сказать, что сюда перешли Дены. Это же культурная была прививка. Вот эта. Которая погибла. Можно сослаться на неё. Что это из-за неё получились роскошные плоды. А можно сказать. Да рядом я показывал. И угощал плодами 80-граммовыми. Вот этих же учёных. И блогершу. С королевского. Которым... Да у них крона замкнулась. Вот. Ходите так считать. И ходите этак. Но чудо совершилось. Вот это из князю грязи. Из грязи в князи. Вот. Это ещё мелкие плоды. Сейчас они крупнее. Прошла неделя. Так. Теперь. Вот это вот абрикос. Тоже он уже намного поспелее стал. Поярче. Это... Я его назвал скороплодный. Почему? Это дерево заложило цветы на второй год. Теперь косточки с него я называю. Сын маньчжурцев скороплодный. Вот. Не хочется много лет ждать. Вот эти косточки ваши. Могут быть. Так. Здесь получилось так. Вот это вот бай. В этом году. Это одно из деревьев умирающих. 30 лет исполнилось. Крайний срок. Ну. Он ещё умирает. Потому что с него за все годы на привык взяты сотни черенков. Я калечил, калечил, калечил. Наконец дождался. Вот это весь урожай. Ну нет. Ещё такие сторонки. Ещё два десятка. Не ведер, как раньше. А два десятка плодов. А вот ниже прививки, ниже прививки пошла ветка. Посмотрите, с какой густотой. Вот. Если вы видите вот это, да? Это ниже прививки. Красные плоды. Ещё один вариант. Сын маньчжурца. Вот. Вот вы сейчас видите примерно 50-ую часть или сотый урожая с него. Представляете, какой урожайся. Вот. А вот это вот абрикос, который я тоже удивлял и учёных, и блогершу. Вот. Это абрикос мичуринский. Вот. Он облагородился и стал в два раза больше. Причём резко. Только в этом году. До этого он был довольно заварядный. Вот так вот. Восстанавливается персик. И так как он восстановился, его надо срочно, Елена Александровна, его надо переносить, переносить, переносить. Иначе можно доиграться, что однажды без персиков остаться. Я вам показываю. Это он, тот самый. Ободранный морозом, да нельзя. Просто он восстановился. Вот это вот один из моих дюков. Я угощал, угощал. Мои гости их не ели. Сказать, жрали, они обидятся. Ну, мы все ели. Я ел, не мог удержаться. Это те самые дюки. Степная вишня. Дерево половину уже спилил. Сухие ветки. Пошел четвертый десяток. Дерево умирает, замены нет. А это самая надежная вещь на свете. Вот. Почему она умирает? Я ее испортил, внедрил в нее гены. Черешня, опять же, ну, руки черцались. Вот, дочесались руки. Все-таки морозокость с нескольких градусов снизилась. Плоды стали вкуснее, а морозокость стала ниже. Вот, потому что кто из вас ел настоящую степную вишню, эту мелочь кислять, но есть невозможно. А эти можно кушать. Я угощал. Вот. Вот это дерево я внедрил. Я с нее собрал, это, не я, моя племянница с него собрала полтора ведра отборной крупной вишни. Это снимок немножко старый, то есть в процессе созревания. Вот. И тот, кто немного разбирается в черешнях и в листиках вот этих скажет, да, это черешня. Нет. Она проходит стадию определенную. То есть проявляется гена черешни. Здесь было внедрено три, росло три прививки. Две красные черешни, одна желтая. Вот. И, ну, потом все-таки становится вишней. Но какой вишней? Извините, ученый гость назвал черешней. А для меня это что? Для меня это комплимент. Это похвала. Вот. Так, теперь. Ну, тут пошли мои эти самые приколы. Когда из мелких, ждешь мелкие плоды, получаешь вот такие. Вот. Это еще вариант получился этой Фаины. Уже я бы ее не узнал. Хотя родители этого клона. Этого экстративного гибрида. Еще и такой теперь будет. Вот так вот. И еще пришла фотография мне. А! Я ее тут, по-моему, нету. Нет. Значит, мне прислала вот с первым плодом таким же. Катерина Челябинск. Это не простая девушка. Это девушка, которая ведет мой сайт. Вот. Она тоже заболела. С удовольствием. И у нее первый урожай. Страшные были заброски. И у нее точно такая же Фаина. Но! Эта прививка у нее выросла точно такой же. У меня есть фотографии. Ну, не успел вставить. А она выросла из... Косточки. Крупные. Вот такой же формы. Вот такой же. Такого. Ну, копия этого. А вот. Впервые у меня появился то ли фундук, то ли лещина. Заплодоносил. Растет. Десять лет растет. Я уже забыл, что он растет. Пойду мимо. Обкашу вот эту крапиву. И дальше пошел. И вдруг. Глаза вылупил. Вот это да. Неужели я с орехами. Дальше головная боль. Как размножать? С косточек неинтересно. С зеленым черенкованием попробовать. Ну, момент упустил. Уже скоро август. Да, может, и сейчас было. Да нет ни сил, ни времени. И вот. И вот. Запишите там где-нибудь. Вот. Фундук в Сибири. Это такая редкость. И вот. Лещина. Даже лещина редкость. Ой. Один из сыновей мажорского абрикоса. Молодняк. Что с него взять? Первый вырожай. Это сейенец. Что будет, то будет. Вариант, то количество. Растет, растет, растет. А вот это очень важный учебный снимок, друзья. Это не просто у вас это. Весь из полей. Это фаина. Еще один вариант фаины. Но. Вам казалось бы. Да все прекрасно. Все замечательно. Ну, прекрасно это. И ты железа волшебная. Черка с два. Я с нее брал. Черенки, смотрите. Один черенок, там второй, там третий. И я эту ветку уничтожил. Фотографию сделал на неделю назад. А сейчас. А ветка умирает. А тогда выговорят так. Но я-то опытный товарищ. Я сам себя обманывать не стану. Внимание. Вторая ветка, где я не брал черенки. То есть на самом деле в фаине еще расти и расти. Расти и расти. Но ветка изувечена. Поэтому преждевременное созревание. Когда ветка изувечена, когда она умирает, что программа срабатывает как? Как можно быстрее дать семя, чтобы... Потому что ветка умирает. Откуда семя? Ну, косточка семя это одно и то же. Откуда взяться семя? Ну, откуда? Быстрее успеть, успеть. Вот она успела. Эта ветка целая? Нет. Эта ветка целая. Это изувечена. И когда я читаю десятки раз. Это еще публикации были. Абрикос нуждается в ежегодной обрезке. Это я по-разному называл. Уже матом. Понимаю где-то в глубине души. То есть сознание мое. Они не виноваты. Их так учили поколение за поколением. Они искренне это делают. Я вам покажу потом. Вот как вам? Вот. Фото 219 года. Ладно. А на самом деле вот. Ему зреть и зреть. Запоминайте. Чем позже вступает плодоношение. То есть семей детства. И чем позже вступает в период созревания, тем здоровее дерево. А, кстати, у ученых. Не знаю, почему я не говорю, как его зовут. Не знаю, почему я не говорю. Я только сказал, что с Барнаула. Все. Не знаю, почему. Вот. Наблюдательный. Мне он, кстати, понравился. Это я же привык только ругаться. А тут смотрите. Во-первых, он сказал, что он проводил опыт. Он на Golden Delicious привил какой-то заурядный сорт с целью улучшения его качеств. Во-вторых, у меня есть королевский абрикос. Плоды были крупные. 80 грамм. Мы наклонялись, поднимали их. А он смотрит, говорит, это же милейский блеск. Я говорю, да. А все знают, что у меня быть не может. А у меня это дерево закрыто от солнца полностью. Этим. Справа посадил дерево. Потом я взял и построил эту здоровенную, как же она называется, беседку. и она полностью была закрыта от солнца. Там, где уже вылезла выше крыши беседки, там чистые листья, вот как здесь. А ниже покрыты таким блеском, действительно. Вот. Единственное, что я с ним не сошелся во мнениях. Мы успели перетолковать, ну как же, два разных этих, два этих самых, взгляда на вещи. Он считает, что этот блеск съедает листья. А я ему объясняю, что если он пройдет и увидит остальные сотни абрикосовых деревьев, так, он ни на одном, кроме этого, закрытым солнцем, никакого блеска не увидит. То есть, никаких грибных болезней вообще поменят. Почему? Они открыты солнцем. А этот закрытый солнцем. То есть, созданы искусственные условия для развития болезней. А он считает искренне, что вот, допустим, есть какой-то зловредный, ну какой-нибудь там, это не он, это мнение всей науки. Вот. И считается, что они жрут деревья. Они жрут ослабленные деревья. Деревья, которым не повезло. Потом я вам еще кое-что покажу. Но пока вот это. Мне понравился мужик, я супер абрикосов. А, вот сравните, я специально. Ну, представляете, здесь примерно 60 грамм, да? Вот. А здесь? А вот эти, они упали с этого, с моего патриарха. Вот они. Вот они такие были. Только поменяли окраску. Ну, рядом растет еще и красный амур, сень с амура, который ему подарил эту окраску. Ну, не братья половой связи, я это называю, да? Вот. Так вот, значит, для чего я вам показываю? Вот. Потому что с этого я получил, но я не успел сделать, у меня есть электронные весы, не успел сделать фотографию, которая... А, ну, кстати, ой, а что я не успел-то? Вот. Пусть я ту фотографию не сделал. Вот это Королевские, так. А вот это Мичуринский. А Мичуринский всегда был середнячком, ну, типа автомобиль Жигули, как по моей классификации. Ну, Королевский, это понятно, это элита. Вот. Это первая паданка, это еще не самая крупная. Вот. Согласны? Берем я в Высшую Югу, Елена Александровна, вот это. В элиту. Вот это вот Мичуринский. Он... Он укропняется, он укропняется, я ничего не могу с этим поделать. Вот. И он с Королевскими абрикосами, которые растут здесь, отдельный ареал, три штуки. Вот с ними он фотографируется. А их никто не портил. А у меня там Королевские абрикосы измельчали почти в два раза. Я жаловался. Но они окружены этими плебеями, так что, ну как, в буквальном смысле, у них все переплетены, все эти кроны. И вот получилось вот это вот, видите. Это уже не с этого сада, а с того, где. Видите, уже помельче. Вот. Только первые были. Это неделя назад, первый сбор. Вот. Вот это вот потом. Да, кстати, сколько времени прошло? Полтора часа. Теперь я пошел за кофе. Сегодня меня вымотали гости. Вот. А пока можете вот вот это прочитать, если хотите. Это надо вот так можно сделать. Ну, прочтите сами. Я объясняю, друзья, почему я не отвечаю на эти письма, потому что я туда заглядывать боюсь. Это надо рядом болидов держать. А я пойду на кухню на минутку. Знаете, что я практически в одиночку во всей России борюсь. Посмотрите тоже, почитайте. Давайте отрежу корень, чтобы вам глубоко не копать. Какая забота. Господи, сколько вреда от этих. Ну, и последняя фраза. Долгих лет вам, бродскому здоровью. Успела войлочная вишня. Вишня съедобная. Чисто сладкое назвать нельзя. Она все-таки. Ну, отбор был произведен мной, когда я долго-долго искал, где мне взять съедобную, потому что, ой, я уже рассказывал, не буду возвращаться. Вишня волочная заготовлена. И я, наконец, раз уж пользуясь случаем, скажу. А, кстати, какая у нее схожесть? Видели? Это Сергей Петрович. Вот такая схожесть. Ни одна не куплена. Но это уже другой вопрос. Вот. Теперь что-то сбился я с мысли. А, вишня волочная уже у меня косточки заготовлены. И я принял первый заказ на косточки абрикосов. Еще не все сорта есть, но некоторые говорят, а мне такие они есть. Я уже принимаю заказы. Пока только на, получается, абрикосы и на волочной вишне. Больше ничего нету. Из свежего урожая. Так. Вот это вот. Пару раз показывал за свою жизнь, но вряд ли многие из вас знаете это данное. И так, Новосибирск холодно, Красноярск холодно. Чуть-чуть на градус средней температуры теплее. В Саиногорске, в Абакане и Теребенске еще теплее. То есть, вот это вот, таблица к тому говорю. Нету здесь Барнаула. Но я думаю, Барнаула не холоднее Новосибирска. Так что, зря, мне кажется, ученый муж сказал, что не растут это одно, а они могут ли расти? Вот вопрос. Я бы на месте попробовал. Но он специалист по сливам. Вот так, Илья. Он здесь, значит, колоновитку нашел, фото. Так. Она его заинтересовала. Интересовала. Видите как? Обидно, самое страшное. У нас как будто в раз все разучились, да? Три года, как умер, сад запустения бесходный. Как собираются вырубить? Ну, обидно, страшно. Ну, по крайней мере, вот она колонна, видно. Ну, что я скажу. Настоящая колонна. Настоящая. Мало того, обидно другое. Там еще где-то, а, еще и продолжение. Видишь? Видите? Он хочет нарезать черенки и привить на Антоновку. Да, вот такой опыт есть у Роспопова, волшебника с Волги. Вот. И собрать семена, я противник. Потеряйте годы. А вот черенки, это святое. Привайте на Антоновку, на что угодно. Сохраните это дерево. Вот. Все-таки редчайший случай, когда оно почему-то живо. Конечно, это неправильное дерево. колонновидка неправильная, у нее множество веток. Конечно, у нее наверняка не искусственные корни, потому что искусственными корнями такие они вырастают, как правило. Вот. или уж просто один удачник, по принципу, один на сотню всегда найдется какой-нибудь урод, в хорошем смысле слова. И вот перед нами полносящая колонновидка. Спасайте, спасайте, спасайте. И весь сад спасайте, это ваша фотография. Вот этот сад хотят вырубить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!